В Ненецком аграрно-экономическом техникуме в торжественной обстановке вручили сертификаты учащимся первого набора Яндекс.Лицея, а также назвали именно тех, кто только приступит к обучению. Подробнее в материале Александры Литковой. Курсы по программированию для школьников 8-9 классов от одной из крупнейших IT-компаний страны впервые стартовали в регионе в прошлом году. Тогда была набрана группа из 30 школьников. Ко второму году обучения в силу различных обстоятельств были допущены 16. Среди них Мервед Джалилов. Это не очень сложно. Самое главное – это иметь желание. Если у вас нет желания, то лучше не заниматься этим делом, лучше заниматься тем, что вам нравится. Но если учиться и слушать все, что говорит учитель, это несложно на самом деле. 11-классник уже решил, что после окончания школы будет заниматься программированием. Я научусь делать различного рода программы. То есть это начиная от веб-программ, заканчивая обычными приложениями. Это поможет мне устроиться на работу хорошую. Это поможет мне учиться в ВУЗе. И если даже у меня ничего не получится с ВУЗом и работой, я смогу сидеть дома и из дома работать и помогать другим людям. В этом году заявки на обучение подавали 49 человек. Проходной балл получили 23 из них. А по итогам собеседования зачислены были в Яндекс.Лицее 17 юных программистов. Марина Елисеева учится в 7-м классе. Но в этом году решила поучаствовать в отборочных этапах на зачисление в лицей. Было сложное. Некоторые задания у меня не получилось решить. Некоторые я решила. То есть у меня было страшно. Вдруг не получится, вдруг не получится. Я очень сильно волновалась. Я бы хотела научиться создавать сайты, приложения. Насчет приложений у меня даже есть некоторые задумки, которые можно будет осуществить в будущем. И я бы, наверное, хотела больше узнать в этой сфере. Будет интересно. После прохождения трех отборочных этапов Марина была зачислена в лицей, несмотря на юный возраст. В данном случае исключение. Действительно, у нас впервые 7-м классницы. Мы созвонились с главным менеджером проекта Яндекс.Лицей и нам разрешили. Данная школьница показала очень высокий результат при прохождении первого тура. И на втором туре тоже показала свое уже вот такое вот желание обучиться в этом языку программирования. И показала, что действительно она сама решала задачи, разбирается хорошо в этом. И, соответственно, получила высокие баллы. На мероприятии лицеистам второго набора представили их педагогов и руководители проекта. А также рассказали обо всех возможностях и преимуществах обучения. Напомню, Яндекс.Лицей – это нестандартный образовательный проект по обучению школьников программированию на языке Пейтон. На сегодняшний день это один из самых популярных языков в мире. Учебная программа рассчитана на два года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.